Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе, главе Мишпатим. Дословно, законы или суды. И на самом деле, вот только сейчас начинается настоящая Тора. Все, практически, почти все до того. Это были чудеса пиротехники, спецэффекты, истории. Рассказы, они бесспорно важны. Это как прелюдия к тому, что называется настоящая Тора. Как объясняет Раша в самом начале своего комментария к Торе Тора происходит от слова «ураа» — «учение». Это учение, то бишь, свод законов. И начинается в нашей главе невероятная, на первый взгляд, скукотища. «Купи», «продай», «можно», «нельзя». Но у вас наверняка возникнет логичный вопрос. Ведь только что нас вывели из Египта. По идее, мы стали свободными людьми. А сейчас опять «делай, не делай», «можно», «нельзя». Но на самом деле именно в этих законах, именно в этой настоящей Торе, Торе, которая просто является сводом законов, и определяет 34 века назад наша святая Тора, что значит быть по-настоящему свободным человеком. Этот парадокс подчеркивается в первом законодательстве, который нам приводится в нашей главе, когда говорится о купле-продаже еврейского раба. Вы скажете, какой раб? Ведь только нас вывели из рабства. Опять рабство, подчеркивает Торе, говорит, что настоящая свобода — это не отмена рабства. Это не сказать, что рабство не существует. Это естественное состояние человека. Но свобода заключается в том, что человек сам имеет право выбирать, быть им рабом или не быть ему рабом. Об этом и говорятся эти законы. А если такая природа существует, как рабство, то ее нужно законодательно описать. А выбор всегда останется за нами. Но есть еще более важный урок, на мой взгляд, из всего, всей этой идеи, если так можно сказать, уголовного кодекса, который с этого момента практически полностью и является Торой. Раф Йосиф Соловейчик, один из величайших в американских раввинах XX века, когда описывают эти главы, книги Шмот, которые начинают это бесконечное перечисление заповедей в их деталях, используют слова великого Рене Декарта «Я мыслю, значит, я существую». Но он чуть-чуть перефразирует эти слова и говорит «Я мыслю, значит, я несу ответственность». Атеисты, сегодня настоящих атеистов уже практически не осталось, с кем бы интересно было бы поговорить, потому что настоящий атеист – это глубоко верующий человек. Разница между верующим в нашем простом понимании и верующим атеистом – это просто в том, что то, что мы называем просто верующим человеком, верит в того Бога, который есть, а атеист верит в того Бога, которого нет. То и то абсолютно недоказуемо, именно поэтому мы верим. Сегодняшний атеизм – это просто лень, это желание жить в свое удовольствие, а главное – ни за что не нести ответственность. Тора говорит нам, у всего есть причина-следственная связь. Каждое наше действие влияет на состояние всего мироздания, всей Вселенной и начинает давать нам законы, по которым эта Вселенная существует, для того, чтобы мы могли быть по-настоящему свободными людьми и нести ответственность за свои поступки, а не преклоняться самому себе. Как сказано, уголовный кодекс надо чтить, но незнание неуголовного кодекса не освобождает от ответственности. И, конечно, прикольно думать, что все случайно, рандомально, и жить в свое удовольствие, но, дамы, господа, по-настоящему быть свободным человеком – это значит думать, осознавать, осмысливать ту причинно-следственную связь, которая есть в нашем мироздании. Для этого и есть наши законы. Поэтому давайте будем свободными людьми и будем учиться думать вместе. Успехов! До встречи! Пока! МОМЕНТ МУДРОСТИ